выдает бюллетени, сортирует и так далее, они были назначены, честно говоря, этими партиями, к сожалению, во многих случаях, я не говорю, что всегда, но во многих случаях случайно. То бишь, представитель территориальной избирательной комиссии приходил в партию, говорит, что есть вот такое количество людей, и там просто подписывали, и все. К сожалению, такое правило, оно сработало в отношении практически всех партий, включая тех, которые условно можно назвать оппозиционными на этих выборах. Члены УИК с правом решающего голоса от партии «Яблоко» назначены, я подчеркиваю, не во всем УИКе. Примерно только половина УИКов закрыта членами УИК с правом решающего голоса от партии «Яблоко». Но они точно представляют, мы надеемся, что практически наверняка они все представляют действительно точку зрения закона, и что они будут защищать прозрачность и законность избирательного процесса. Это с точки зрения второй категории друзей, то есть те, кто будут с другой стороны столов по отношению к вам. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас хоть раз в принципе в жизни был на избирательном участке? Вообще, в роли кого? В роли избирателей, в роли кого угодно. Отлично, практически все. Скажите, пожалуйста, а кто был в роли наблюдателя или члена УИК с правом решающего голоса? Меньшинство. Поэтому эта функция, на самом деле, она будет новой для вас, на самом деле. Но я могу так сказать, что она действительно интересна, и я надеюсь, что этот день пройдет спокойно. Искренне надеюсь, чего вам желаю. В большинстве случаев да. Единственный вопрос, скажите, пожалуйста, есть ли те, кто представляет Адмиралтейский район? Кировский? Выборгский? Вот, собственно говоря, это те районы, которые действительно проблемные. Вот, собственно говоря, для вас задача зачастую будет стоять особая. Потому что, скорее всего, в этих районах действительно будут нарушения закона, и там будут серьезные проблемы. В любом случае, я хотел бы, чтобы тем не менее все послушали, что будет происходить. А, кстати, на вас я к вам обращусь отдельно. В конце, хорошо? Так вот, на самом деле, самое главное, это ознакомиться с действующей нормативно-правовой базой. Она, конечно, колоссальна. И вам не надо изучать все постановления Центра и Зверкома. Вам не надо изучать оба закона. Но несколько статей федеральных законов изучить надо. Например, статья 23 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации. Я бы вас попросил. Есть ссылки на нашем сайте. Есть ссылки на сайте Центра и Зверкома. Все это очень легко найти. Пожалуйста, распечатайте эту статью для себя, чтобы вы знали, что будет происходить. Каким образом избирательная комиссия обязана предоставить вам возможность контролировать ее действия? Это исключительно важный вопрос. Давайте пройдемся пошагово. И мы рассмотрим, что будет происходить на избирательном участке. Как должно быть и какие отступления, девиации от того, как должно быть, могут произойти. Итак, если у вас есть возможность и желание, то вы можете прийти на избирательный участок раньше, чем четвертое число. То бишь, завтра или послезавтра совершенно спокойно вы можете прийти. Отдельно я хотел сказать, что вы будете иметь формальный статус представителей средств массовой информации. Ибо назначать наблюдателей, либо членов УИХ с правом совещательного голоса, мы ставим знак примерного равенства между этими двумя статусами, могут только те партии, которые представлены в избирательном бюллетене, либо те кандидаты, которые представлены в избирательном бюллетене. К сожалению, наш кандидат оказался за бортом, но тем не менее, обеспечить аккредитацию в качестве представителей СМИ мы можем. И каким образом вы получите документ? Вы получите документ в секретарской, это как вы входили. Первая комната направо, но если вы входите, то последняя дверь налево. Там секретарь нас регистрирует. Кстати, я призываю вас при выборе избирательного участка руководствоваться одним исключительно простым принципом. Выбирать избирательный участок именно тот же, на котором вы сами голосуете. Это самое лучшее. Поскольку, может быть, если вас заинтересует этот процесс, дальше вы тоже сможете принимать участие в том или ином виде в работе этого избирательного участка. Да и вообще, на самом деле, удобнее всего и добраться вам до него будет А. И, собственно говоря, может быть, некоторые члены участковой избирательной комиссии вам уже знакомы. Б. Может быть, это учителя той школы, где, допустим, учился кто-то из ваших детей или из детей ваших родственников. Или еще каким-то образом знакомые вам люди. Если вы настоятельно хотите наблюдать на каком-то другом избирательном участке, да, я думаю, что такая возможность будет обеспечена. Но все-таки я бы предположил, что лучше бы сделать тот выбор, которым я сейчас рекомендовал. Так вот, вы, как представители СМИ, сможете появиться на своем избирательном участке, в своей участковой избирательной комиссии, собственно говоря, в любое время работы. То есть не только до дня голосования. Давайте теперь мы с вами поговорим все-таки не о том, что будет происходить завтра и послезавтра, а непосредственно о том, что будет происходить 4-го числа. Если у вас есть настоятельная заинтересованность появиться в участковой избирательной комиссии до этого, то, пожалуйста, ознакомьтесь с законом, что там будет происходить в эти дни. Честно говоря, особо ничего интересного не будет происходить. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса будут оформлять стенды, будут ставить кабинки для тайного голосования и так далее. То есть на самом деле техническая работа. А вот самое интересное, самое интересное будет происходить 4-го числа. Памятки в любом случае надо взять. Пожалуйста, возьмите. На нашем сайте есть ссылки на целый ряд нормативных актов. Тоже не забудьте зайти и лишний раз почитать в спокойной обстановке. Но, пожалуйста, акцентируйте ваше внимание всего лишь на нескольких статьях. А. Это статья, которую я уже обозначил. Это гласность в деятельности избирательной комиссии. И Б. Это статья, в которой описывается непосредственно процедура подсчета голосов. Но, тем не менее, давайте пройдемся по дню голосования. Итак, 4-е число. Поскольку надо появиться на избирательном участке, а как вы считаете? 7.30. Отлично. 7.30 – это правильное время. Если вы придете в 7.20, это, наверное, даже будет лучше. Но желательно не позже 7.30. Я прошу вас осмотреть, собственно говоря, помещение. Но, скорее всего, на этом этапе нарушений не будет. Навряд ли кто-то специально оставит агитацию какую-то. Навряд ли кто-то оставит специально какие-то флайеры с пометкой «Голосуйте за кандидата Х». Навряд ли такое будет. Потому что все понимают, что это нарушение, и мало кто в нем заинтересован. Нарушения могут быть дальше. В любом случае осмотреть надо. Тут же желательно познакомиться с председателем участковой избирательной комиссии. Кстати, я хотел сказать, что очень многие участковые избирательные комиссии, они на самом деле, извините за сленг, не заточены под то, чтобы осуществлять какие-то нарушения. А они как раз заинтересованы в том, чтобы все сделать правильно, честно и по закону. Да, к сожалению, есть участковые избирательные комиссии, особенно в всех районах, руки, которые были подняты, где будут действительно заинтересованы в том, чтобы нарушать закон. Но, скорее всего, я очень надеюсь, что все избирательные комиссии, в частности председатели, будут заинтересованы в том, чтобы сделать все спокойно, честно и в соответствии с законом. Так вот, вы, когда придете, первое, что сделаете, это представитесь председателю комиссии. Вы передадите ему направление, и он вас должен будет зарегистрировать в списке. У него будет соответствующий реестр присутствующих на избирательном участке. Кто же может присутствовать на избирательном участке? Ну, очевидно, что члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, это те люди, которые непосредственно будут вовлечены в работу по выдаче избирательных бюллетеней, которые непосредственно будут работать со списками избирателей именно в день голосования, и которые будут заниматься технической организацией непосредственно работы именно в день голосования. Кроме этих лиц могут присутствовать, как не смешно звучит по закону, кандидаты. Крайне маловероятно, что кто-то из кандидатов покажется на вашем избирательном участке, скорее всего, они все будут в Москве. Но тем не менее теоретически они право присутствовать имеют. Имеют право присутствовать их уполномоченные по финансовым вопросам, их доверенные лица, сотрудники их штабов, наделенные соответствующим статусом. Статус на самом деле очень четко прописан в законе, там это единичные случаи. А вот доверенные лица, кстати, могут и будут присутствовать, учитывая то, что не один кандидат, а больше, чем один кандидат из Санкт-Петербурга, вполне возможно, что доверенные лица, как будто из кандидатов, будут объезжать избирательные комиссии. Они имеют право там присутствовать. Имеют право присутствовать наблюдатели и представители от кандидатов с правом совещательного голоса. Также имеют право присутствовать международные наблюдатели. Их очень мало и, скорее всего, их не будет. И представители СМИ это те, собственно говоря, кем будете являться вы с точки зрения правового статуса. Правопорядок на избирательных участках будут обеспечивать сотрудники полиции, либо казачьих дружин. И те, и другие, да, либо специально нанятых охранных предприятий, они тоже имеют право присутствовать. Но это уже не в соответствии с законом, а в соответствии с постановлением ЦИК. Такое может быть. Извините, пожалуйста, встал вопрос по поводу пользования мобильными телефонами. Я понимаю, что все люди здесь заняты, поэтому у меня просьба. Мобильные телефоны. Если не выключат, то, по крайней мере, перевести в беззвучный режим. И когда у вас зазвонит телефон, если вам очень надо поговорить, пожалуйста, выйти из помещения и поговорить. Хорошо? Потому что в противном случае мы будем отвлекать друг друга. Договорились? Спасибо. Так вот, все эти лица, которых я только что означал, они могут присутствовать на всем протяжении от момента до открытия избирательного участка и до момента окончания подсчета голосов на избирательном участке. Они будут внесены в специальный реестр лиц у председателя участковой избирательной комиссии. Не надо сразу противопоставлять себя председателю участковой избирательной комиссии. Скорее наоборот. Может быть, имеет смысл с ним подружиться. В хорошем понимании, естественно, этого слова. То есть, надо понимать, что даже самый миловидный Иван Иванович или Марья Петровна, она на самом деле может быть заинтересована в том, чтобы зашурить ваши глаза. Или чтобы вы не увидели на самом деле тех нарушений, которые будут. Так вот, желательно в первую очередь представиться председателем, может быть, представиться секретарием. С остальными членами участковой избирательной комиссии знакомиться вообще-то, честно говоря, даже в принципе не обязательно. Единственное, желательно узнать, есть ли на этом участке член участковой избирательной комиссии от партии Яблока, назначенной партией Яблока. Я имею в виду с правом решающего голоса. И вот на самом деле с этим человеком имеет смысл поддерживать контакт в течение всего дня работы. В той или иной степени. Но, естественно, не отвлекая его, потому что на самом деле он действительно будет очень заинтересована в работе. Потому что работа члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, она на самом деле не так легка. И, конечно же, имеет смысл познакомиться с наблюдателем. Скорее всего, для наблюдателей будет отведено отдельное место, где они имеют право находиться. Честно говоря, в соответствии с законом, вы имеете право находиться где угодно на территории избирательного участка. Но в рамках непосредственно организации дня голосования, как правило, отводят место, причем достаточно удобное с точки зрения обзорности, где удобно будет находиться наблюдателем так, чтобы они обозревали как все помещения для голосования, так и урны для голосования. В которые будут стационарные ящики, в которые будут опускаться бюллетени. Если, конечно, урны находятся где-то за углом, то это на самом деле очень другой сигнал. Потому что если они расположены таким образом, что обзорность вам не обеспечивается, то, конечно же, вопрос, а почему вам не обеспечивается обзорность? Так вот, я предлагаю сразу не лезть в бутылку и не говорить, что Иван Иванович, председатель комиссии, а вообще-то, честно говоря, мы можем находиться где угодно и очень жестко отстаивать это свое право. Он на самом деле, скорее всего, его знает. Но вступать в конфронтацию с ним с самого начала я бы не рекомендовал, не рекомендовал, не надо. Обозначить свою позицию, да, надо. Заявить о себе, да, надо. Заявить о себе как о человеке, который действительно будет отстаивать исполнение закона в этот день. Но тем не менее, в конфронтацию вступать не надо. И если, конечно же, места, которые будут отведены для наблюдателей, находятся в совершенно неудобном расположении на избирательном участке, то есть обзорность вам не обеспечивается, я думаю, что тогда имеет смысл настоять, чтобы вы находились где-то в другом месте. Я подчеркиваю, что еще время до 8 часов. Вы к этому времени уже оглядели избирательный участок, познакомились с председателем комиссии, нашли, если там есть представитель, представителя партии Яблоко, и познакомились с другими наблюдателями. С огромной степенью вероятности я могу сказать, что, скорее всего, другие наблюдатели, которые будут присутствовать на избирательном участке, они будут присутствовать для того, чтобы обеспечить законность процедуры. Честно говоря, я не верю, что в офисе «Единой России», но не верю. Наблюдатели от Путина учат, каким образом содействовать в нарушении закона. Но не бывает такого. Потому что в противном случае это стало бы уже достоянием общественности. Другой вопрос, на особо проблемные избирательные участки, конечно же, они будут назначать специальных людей, которые будут содействовать в этом. Но я еще раз говорю, это будут единичные случаи. Это не будет в массовом порядке. И, скорее всего, наблюдатели от Путина, они также будут важными потенциальными союзниками. Итак, вам покажут, должны, по крайней мере, показать, и вам следует настаивать на этом, показать стационарные ящики для голосования. Они еще не опечатаны. Вам покажут, что они действительно пустые, что там ничего нет. После этого их опечатывают в вашем же присутствии. Опечатывание идет примерно следующим образом. Как правило, наклеивается бумага, на которую ставится печать участковой избирательной комиссии. Наклеивается бумага на стационарный ящик для голосования таким образом, который в простонаричии называется урной. И эта бумага наклеивается таким образом, чтобы ящик невозможно было открыть, не повредив эту бумагу. Вот, собственно говоря, в чем и заключается процедура опечатывания. Ничего особенно сложного нет. Время подходит к 8. В 8 часов утра открывается помещение для голосования. Избиратели постепенно пойдут, 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 пойдут. И на самом деле, шаг за шагом, минута за минутой, вы почувствуете ритм жизни вашего избирательного участка. Здесь вы можете полагаться только на себя. Поскольку выявить нарушение можно, имея ряд признаков, но самый главный признак – это ваша интуиция. Я имею в виду нарушение, которое происходит именно в день голосования. То есть, если вы почувствуете, что что-то, извините за грубое слово, нездоровое происходит на избирательном участке, то следует подключить ваших же коллег, с которыми вы уже подружились. Это, друзья, второй категории, да? Это наблюдатели, которые работают вместе с вами и члены участковой избирательной комиссии с правом совмещательного голоса. Подключить к тому, чтобы проверить, а что же происходит? Что же происходит? В качестве сигналов к этому может быть следующее, что избиратели шли по одному, а тут вдруг стали заходить группами. Либо зашел как бы избиратель, но тем не менее, который долго не голосует, а как бы контролирует, что происходит в помещении для голосования. Достаточно сложно это описать, потому что на самом деле организовано нарушение может быть таким образом, что даже члены участковой избирательной комиссии, работающие в участковой избирательной комиссии, не будут знать, что это происходит. Об этом будет знать, скорее всего, только председатель. Как правило, он знает, председатель УИКа. То есть нарушений, как правило, не бывает без информирования об этом председателе УИКа. То есть, если нарушение происходит, то председатель УИКа об этом знает. И может быть один из членов УИКа. Я вам хотел рассказать о нарушении, которое было в течение дня голосования 4 декабря. Как вы знаете, списки избирателей сейчас составлены с привязкой по адресам. В тот день, злополучные, они были составлены в алфавитном порядке. И они были составлены с заведомо подложной организацией работы участковой избирательной комиссии. Допустим, на букву А было введено дополнительно несколько человек под фамилией Абрамов, а затем Абвакумов и так далее. Они все оказывались на одном и том же листе. Не обязательно на А, может быть на М и так далее. И эти листы, эти списки избирателей, они давались совершенно одному определенному члену участковой избирательной комиссии. Так вот, к этому заряженному члену участковой избирательной комиссии подходили фиктивные избиратели, показывали паспорт для того, чтобы не смущать других членов УИК и не смущать наблюдателей, которые находятся. Действительно, паспорт показали, все нормально. И член участковой избирательной комиссии, который записывает данные избирателя, он переписывал данные избирателя. Но на самом деле, фактически, паспорт был, да, действительно, обычный паспорт гражданина Российской Федерации, но адрес, как правило, писался вымышленный, который привязан непосредственно к этой территории, правда, но тем не менее вымышленный. А в этом паспорте, допустим, лежала зеленая бумажка. Сейчас это нарушение организовать сложнее, поскольку список избирателей, он организован не в алфавитном порядке, а с адресной привязкой. Поэтому организовать это, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, вы доподлинно не можете знать, сколько избирателей зарегистрировано по какому-то адресу. И поэтому, если вы увидите, что большое количество народу встает в очередь к одному и тому же члену участковой избирательной комиссии, ну, по крайней мере, следует об этом задуматься. Субтитры создавал DimaTorzok